Новости на Дону 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 Температура упала на 10 градусов. Не ощущается. Фан-зона раскалена до предела. И тем не менее, русские болельщики здесь. Кроме того, многие нацепили парики и плюшевые шапки с российской символикой. Кое-кто заматывается в триколоры. Мужчины, женщины, дети стоят ровными плотными колоннами. Такое построение, потому что обзор закрывают высокие тумбы по бокам. Но места всем хватает. Идет 61-ая минута матча на табло 1-1. Игра шикарная, хотя и скучная, говорит фанат Дмитрий. Испанцы очень много владеют мячом. Бесполезно, но владеют мячом. Но наши подбороняются отлично. Моментов у испанцев нет. Один момент за всю игру пока. Ну и наши пытаются что-то создать впереди. Не очень получается, если честно, пока. Но верим, верим. Испанские болельщики в Лужниках, а здесь, в Ростове, даже иностранцы болеют за Россию. Фокас приехал из Боливии. Завтра будет болеть за Бельгию. Но сегодня ждет победы от России. Мы здесь, чтобы поддержать Россию. Сказать, кто победит, сложно. Потому что Испания – очень сильная команда. Но вы, уверен, сделаете все возможное, чтобы победить. Предсказать сложно. В этом Мундиале столько неожиданностей. Поэтому нужно верить в свою команду и в чудо, говорят Коля и Рамза. Влад и Камила, брат и сестра, пришли на футбол вместе с мамой. Болеем за наших. Россия непобедима. Кто там твой самый главный футболист? Мой самый любимый – это Зюба. Он хорошо играет. Только один раз Смольников получил красную карту, из-за этого наша проиграла команду. А ты за кого болеешь? За Россию. Ну вот как они играют? Ну опиши. Для меня нормально, но я хочу, чтобы Россия победила. А что про испанцев думаешь? Я хочу, чтобы они красные карточки получали. А что значит красная карточка? Ну, красная карточка – это плохо, значит. А хорошо, какая карточка? Хорошо, зеленая, по-моему. Вот самый интересный момент этого матча. Был такой? Был, конечно, безусловно. Головин пробил. Очень красиво. Отразил. И Дзюба пенальти просто шедевр. Мы все за него болеем, переживаем. Просто молодец. Ростовский. Все. Россия вперед. Можете рассказать, что сейчас было? Ну, был очень опасный момент. Били издалека, и Кенфеев вытащил первый удар. Да, первый удар, и на добивание он тоже сработал неплохо. Он разобрал ситуацию и оценил свои шансы. Довольно-таки неплохо. Ваш врата вообще, он такой очень молодец. Такой врата вообще, я его поздравляю, он очень молодец. Мне было понравилось вообще. Он супер вообще. Что я могу сказать? Все молодцы, отмечает болельщик из Японии. Тацео Сато. Русская команда сплоченная. Японская тоже. Это и ей поможет, верит он. Это была очень сложная игра, мне кажется. Но Россия очень постаралась. Играли от чистого сердца. Очень сильная защита. Я был потрясен. Очень неплохо. А сегодня вечером на Ростов-Арене играют Бельгия и Япония. Матч начнется в 21.00 и станет последним в Донской столице. Его также будут транслировать в фан-зоне на Театральной. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олежка. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Токонроге ночью переменная облачность и без осадков на термометре плюс 20, плюс 18 градусов. В Зернограде и Сальске плюс 21, плюс 19. В Тарасовском Белой Калитве плюс 17, плюс 15. В Вешенске, Обливске и Морозовске плюс 13, плюс 11. Также без осадков. Ветер северный и северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе пятая сотня, что в Зерноградском районе Ростовской области ночью ясно и без осадков. На термометре от плюс 21 до плюс 19 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Ветер северный 2 метра в секунду.